Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, приводят высказывания Раби из Пшиски. Перед тем, как ударяют в гон для начала кулачного боя, тренер подходит к борцу неопытному, напуганному, и говорит ему тихонечко на ухо, помни и не забывай, ты будешь бить и получать удары. Но главное, то, кто нанесет последний решающий удар. И вот Гаон Раби Иуда Цатко, он обычно цитировал это произносят слова первой нашей главы, и будет вследствие того, что послушаетесь. Слово вследствие Экиф указывает на пятки Акеваим, на конец тела. И мудрецы говорят, что и будет, это всегда выражение радости. То есть говорится, что какая-то здесь есть радость, надо разобраться только. Ведь что говорил Машарабейну Израилю? Он говорил, ребят, перед вами долгий путь, три тысячи лет еще, наступят дни судей царей второго храма, первый храм, второй будут времена мудрецов, мишны. Все это время, обратите внимание, все эти дни гонений, жестоких постановлений, преследований, погромов. Народ соблюдал Тору, соблюдал заповеди. А сейчас, сейчас, когда все признаки прихода перечисленные мудрецами Машеха уже прямо перед нами, именно в такой важный решающий период, иногда забывают люди о соблюдении заповедей, думают, что это что-то второстепенное. Нам открывается здесь в этих словах великое пророчество. Об этом сказал Маше. И будет. Что значит будет? Я уже сказал, это выражает радость. И вот что говорит? Что обещает здесь пророчество? Она наступит вследствие того, что послушаетесь. Итак, подводим тут маленький итог. Если будете слушаться и соблюдать заповедь, то и в конце времен, в завершение дней, то есть в наше время, найдете опору. То есть есть прямой смысл сейчас подумать и взять на себя какую-то, ну, какую-нибудь небольшую заповедь, любую, которую ты раньше не брал. Это может оказаться джекпот, подумайте об этом. Наша глава выдвигает еще одну тему. Есть ли у человека право выбора? В чем он состоит вообще выбор? Ведь если выбора нет, вот вся терминология праведники, злодеи, все это, не о чем разговаривать. Что мы читаем в нашей недельной главе? А теперь Израиль. Что Всевышний, управляющий твоей судьбой, просит у тебя? Просит, понимаете? Чувство трепета пред ним идти путями его любить его. Итак, Талмуд в трактате Брахот отмечает, что первое, о чем говорится, чувство трепета. Больше того, написано все в руках неба, кроме одного. Чувство трепета перед небом. Поэтому сказано, Всевышний просит у тебя, то есть у нас у каждого, Всевышний просит найти в себе силы и уделить хотя бы пять минут в день, тому, чтобы смотреться в небо, я знаю, да, и почувствовать трепет перед тем, кто создал весь этот громадный мир, все эти планеты, все эти звезды. Это как пример. Это и есть основа человеческого выбора. С неба не могут нам помочь. Так задуман и устроен мир. В этом мире сотворен человек с правом выбора, иначе это был бы робот. А дальше уже, когда человек сделал какой-то хотя бы выбор, какой-то шаг навстречу небу, это другое дело. Если человек делает выбор, начинает действовать механизм управления миром. То есть во многом кажется то, что невозможным, теперь уже становится возможным, если помогают небеса. Невозможное становится возможным. Тут, конечно, напрашивается один вопрос. Трепет там или другое чувство. А как? Вот если не чувствуешь, как быть? Тут творец очень большой секрет нам раскрывает. Если он что-то у нас просит, значит, в мире созданы все условия для того, чтобы мы могли, ну, условно говоря, удовлетворить его просьбам. В данном случае, например, испытать чувство трепета. Человек, пишут мудрецы, это не пустая бочка, не мешок с костями, не мешок с мясом и нервами. У него есть душа. Более того, именно душа основное в человеке. И доказать это очень просто. Человек живет и может очень счастливо, кстати, жить, обладая какими-то телесными недостатками. Но в ту секунду, когда душа покидает тело, человек мертв. Независимо от того, насколько повреждено его тело или нет. Душа, она божественная. В ней заложено стремление какое-то к творцу, к духовности. И поэтому у человека есть выбор заглушать это стремление, впитывая всякие теории, там, измы, там, всякие, я знаю. Или начать жить хоть немного по законам Тора, изучать ее. И тогда, даже в самом трудном случае, Всевышний гарантирует, чувства возникнут. То есть, когда ты что-то делаешь, чувство возникнет. Итак, о чем просят Всевышний нас всех? Написано только одно. Внимание, что сказали мудрецы. Не мешай своей душе. В этом суть выбора. Вот не мешай, дай душе прорваться наверх. У нас пять субботов. В субботу еще душу получает человек. То есть две души. То есть давайте не мешать этим двум душам. Давайте потратим хоть часть шабата на то, чтобы небу было приятно. Брахава и отслаха.